Русский язык 4 класс. Первая часть. Школа России. Выполняю задание из упражнения 187. Первое задание. Разбираю предложение «Лисица видит сыр» по членам предложения. В этом предложении говорится о лисице. Кто лисица? Это подлежащее. Подчеркиваю одной чертой. Подлежащее выражено именем существительным в именительном падеже. А лисице говорится, что она видит. Лисица что делает? Видит. Это сказуемое. Подчеркиваю двумя чертами. Сказуемое выражено глаголом. Видит что? Сыр. Это дополнение. Подчеркиваю пунктиром. Дополнение выражено именем существительным в венительном падеже. Определить падеж мне помогло слово «помощник» первого склонения. Мама. Подставляю это слово вместо слова «сыр». Видит кого? Маму. Маму стоит в венительном падеже. Значит, и слово «сыр» стоит в венительном падеже. Второе задание. Разбираю предложение «Лисицу сыр пленил» по членам предложения. В этом предложении говорится о сыре. Что? Сыр. Это подлежащее. Подчеркиваю одной чертой. Подлежащее выражено именем существительным в именительном падеже. О сыре говорится, что он пленил. Сыр что делал? Пленил. Это сказуемое. Подчеркиваю двумя чертами. Сказуемое выражено глаголом. Пленил кого? Лисицу. Это дополнение. Подчеркиваю пунктиром. Дополнение выражено именем существительным в венительном падеже. Я определила падеж по вопросу и окончанию. В этих предложениях используются слова «Лисица» и «Сыр» в именительном и венительном падежах. Слово «Лисица» первого склонения отвечает на вопрос «Кто?». Определить винительный падеж этого слова легко по вопросу и окончанию. Слово «Сыр» второго склонения отвечает на вопрос «Что?». У этого слова совпадают формы именительного и винительного падежей. Поэтому для определения падежа я использовала слово «Помощник». Третье задание. Определяю склонение и падеж выделенных имен существительных. В третьем предложении говорится о солнце. Это подлежащее. Выражено именем существительным второго склонения в именительном падеже. В четвертом предложении говорится о яблоке. Что? Яблоко. Это подлежащее. Выражено именем существительным второго склонения в именительном падеже. Дозревала как? При чём? При солнце. При солнце – это обстоятельство, выраженное именем существительным второго склонения. Определяю падеж по вопросу и предлогу. При солнце – предложный падеж. Проверяю падеж, используя слово помощник первого склонения – мама. Дозревала при ком? При маме. Это форма предложного падежа. Значит, при солнце – тоже предложный падеж. В пятом предложении пропела что? Лето. Это дополнение, выраженное именем существительным в винительном падеже. В слове лето совпадают формы именительного и винительного падежа. Для проверки использую слово помощник первого склонения – песня. пропела что? Песню. Это слово стоит в винительном падеже. Значит, и лето стоит в винительном падеже. В шестом предложении говорится о соседе. Кто? Сосед. Это подлежащее. Выражено существительным второго склонения в именительном падеже. Звал кого? Соседа. Это дополнение. Выражено именем существительным в винительном падеже. Проверяю, подставляя слово помощник первого склонения – мама. Звал кого? Маму. Маму стоит в винительном падеже. Значит, соседа тоже стоит в винительном падеже. В седьмом предложении попался куда? Во что? В сеть. Это дополнение выражено существительным третьего склонения в винительном падеже. Падежа определила по вопросу и предлогу. Проверила с помощью слова помощника первого склонения – яма. Попался куда? Во что? В яму. В яму стоит в форме винительного падежа. Значит, в сеть тоже стоит в форме винительного падежа. В последнем предложении говорится о зелени. Что? Зелень. Это подлежащее. Выражено именем существительным третьего склонения в именительном падеже. Вывод. Поддежные окончания существительных первого склонения в именительном и винительном падежах различаются. У существительных второго и третьего склонения поддежные окончания в именительном и в винительном падежах совпадают. Четвертое задание. Разбираю слово «соседа» как часть речи. «Соседа» – это имя существительное, обозначает предмет, отвечает на вопрос «кого». Начальная форма «сосед» – нарицательное, одушевленное, мужского рода, второго склонения. Употреблено в винительном падеже в единственном числе. В предложении является второстепенным членом, дополнением. Поясняет сказуемое. Звал кого? Соседа. Задание выполнено.